Здравствуйте, дорогие любители интеллектуальных игр. Сегодня мы начнем изучение Эншпиля китайских шахмат, наверное, одного из самых важных и объемных разделов теории сянцы. Эншпиль доставляет много хлопот как для начинающих, так и для продвинутых неазиатских игроков в китайские шахматы ввиду своего высокого разнообразия и низкого уровня систематизации материала. Мы постараемся восполнить данный пробел, прибегнув к таблицам, схемам и понятным практическим иллюстрациям. Мы будем продвигаться от простого к сложному и начнем, как говорится, с самых азов. Какого материала достаточно, чтобы одолеть одинокого короля соперника? В сянцы существуют пять молекул победы, то есть фигур и фигурных сочетаний, которые могут справиться с этой элементарной задачей. Это ладья, две пушки, пушка и советник, конь и любая нестарая пешка, то есть пешка, расположенная выше донного ряда. При этом обратите внимание, что первые три молекулы являются матующими, а две последние только потующими. Конечно, мат и пад с точки зрения правил санцы не различаются. И то, и другое – победа. Однако в более сложных иншпилях возможность заматовать будет иметь решающее значение. Итак, давайте рассмотрим, как работают молекулы победы на практике. И начнем мы с ладьи. Ладья – это единственная фигура, которая может справиться с королем соперника без помощи собственного короля. И делает она это максимум за три хода. Простейшим способом победы в данном иншпиле является захват горловой точки с неизбежным патом. В позиции на диаграмме ладья дает шах. Король уходит. Далее следует выжидательный ход. Король вынужден покинуть центральную линию, и теперь он не контролирует горловую точку. Ладья становится в горло и объявляет пад. А для того, чтобы поставить мат королю соперника, ладье нужна поддержка собственного короля, стоящего на центральной линии, и максимум четыре хода. Даже в самой неудобной позиции. В позиции на диаграмме ладья опускается. Вторым ходом изгоняет короля с центральной линии. Потом мы захватываем центральную линию своим королем. И четвертым ходом ставим мат. Однако, еще раз повторюсь, абсолютно безразлично ставите вы мат или пад. В сянцы то и другое означает смерть короля. Следующая матующая молекула – это две пушки. Взаимодействуя друг с другом и с собственным королем, они способны поставить мат из любой, даже самой неудобной позиции, не позже одиннадцатого хода. Сначала нам надо вытеснить короля соперника с центральной линии, заняв ее двумя пушками. Обратите внимание, что мы расставляем пушки таким образом, чтобы поле на крыше дворца оставалось свободным. Теперь туда устремляется наш король. После того, как центральная линия захвачена нашим королем, остается только сдвинуть пушки и поставить мат пушечным тандемом по ребру. Алгоритм выигрыша в этом эншпиле достаточно простой, но его надо знать, тем более его несложно запомнить. Следующая молекула – пушка и советник – выигрывает по очень похожей схеме. Сначала мы должны вытеснить короля черных с центральной линии. И, наконец, используем советника как экран для пушки, чтобы поставить мат по ребру. Такой мат получается из любой позиции не позднее девятого хода. И обратите внимание, что король и советник, всю игру запертые в своем дворце, становятся в эншпиле полноценными атакующими фигурами, без которых весь этот механизм в принципе невозможен. Конечно, в самце только четыре атакующих фигуры в полном смысле этого слова – ладья, пушка, конь и пешка. Все они могут переходить реку. И обратите внимание, пушка является единственной фигурой из этого ряда, которая не может справиться с королем соперника на пустой доске. Дело в том, что с течением игры количество фигур экранов уменьшается, пушка ослабевает, и в конце концов на пустой доске становится слабее пешки. Поэтому пушка сама по себе не является молекулой победы, но в сочетании с советником или другой пушкой такая молекула образуется. Следующей молекулой победы является конь. В сотрудничестве со своим королем конь потует короля соперника не позднее девятого хода. Первый пункт плана здесь такой же, как и в двух предыдущих эншпилях – вытеснить короля соперника с центральной линии. Для этого мы должны взять своим конем под контроль горловую точку во дворце соперника. Если черный король упорствует и не хочет покидать центральную линию, то здесь мы выигрываем в один ход. Да, это пад. Поэтому черный король вынужден покинуть центр, и мы перехватываем центральную линию своим королем. Теперь красный конь опять должен взять под контроль поле горлового ряда той линии, на которой стоит король черных. В данном случае это внутреннее ребро. Король черных обездвижен, и красные выигрывают простым выжидательным. Ходом своего короля. Это пад и победа. И, наконец, последняя молекула победы, которую мы должны сегодня рассмотреть, это не старая пешка. И здесь нам потребуется освоить немного терминологии. Китайская литература различает три типа пешек, перешедших реку. Это высокие пешки, то есть пешки берега реки и пешечного ряда. Это низкие пешки, пешки пушечного и горлового ряда. И это старая пешка, пешка донного ряда, которая может ходить только влево или вправо. Ее стоимость ниже, чем стоимость остальных пешек, а некоторые считают ее вообще бесполезной. Возникает вопрос, зачем вообще нужна такая классификация пешек? Можем пояснить. В техническом меншпиле высокие, низкие и старые пешки ведут себя по-разному, как разные фигуры с разной силой, обладание которыми приводит к разным результатам. Но и этой классификации оказывается недостаточно. Если высокие пешки, как берега реки, так и пешечного ряда, ведут себя в принципе одинаково, они мобильные, могут обходить дворец с любой стороны, то низкие пешки, горлового и пушечного ряда, демонстрируют различные характеристики в ряде иншпилей. Следовательно, нам надо разделить пешки на четыре категории. Заменив громоздкие китайские названия на цифры. Таким образом, у нас есть пешка 1, или старая пешка по первому ряду, пешка 2, пешка по второму или горловому ряду, пешка 3, пешка по третьему или пушечному ряду, и пешка выше третьего ряда, или любая высокая пешка по четвертому и пятому ряду. Математически я обозначаю высокие пешки знаком больше трех. Так вот, молекулой победы в иншпиле против одинокого короля является любая пешка выше первого ряда, или любая не старая пешка. Обычно пешка побеждает очень легко, при необходимости используя выжидательные ходы собственного короля. В позиции на экране красные выигрывают в три хода. С патом. Пешка горлового ряда или пешка 2 тоже выигрывает без всяких затруднений. Она просто доходит до горловой позиции, и королю черных некуда деться. Перехватываем центральную линию, становимся в горловую позицию, и теперь делаем выжидательный ход своим королем. Черный король полностью запотован. Это победа. Что касается старой пешки, или пешки 1, или пешки первого ряда, молекулой победы она не является. Запотовать короля в этом иншпиле невозможно, потому что ходы у слабейшей стороны никогда не заканчиваются. Король черных может до бесконечности перемещаться по вертикали, на которой стоит. Давайте подытожим знания, полученные в данном уроке. Поставьте видео на паузу и попробуйте найти хотя бы одну из пяти молекул победы в данной позиции. Итак, правильный ответ. Здесь нет ни одной молекулы победы. А значит, красные, имея в своем активе 9 фигур, а это больше половины комплекта, выиграть эту позицию не в состоянии. Максимум, чего могут добиться красные, это изгнать черного короля на ребро. Это, наверное, худшее иншпильное сочетание фигур, потому что одна не старая пешка справилась бы здесь лучше, чем это делают полкомплекта. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. И до следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok